Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Отец Тайсона Фьюри, Джон Фьюри рассказал, кто по праву должен стать соперником цыганского короля в следующем поединке. Я говорил сыну, что он даже не тратил время на других боксеров. Как по мне, Тайсон должен искать либо Усика, либо никого. Дальше либо Усик, либо никто. Остальные меня не волнуют. Они не на одном уровне с Тайсоном. Он даже не сможет найти мотивацию на другие поединки. Бывший претендент на титул Дмитрий Кудряшов поделился мыслями о потенциальном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Я вижу фаворитом Усика в бою с Фьюри. Для Тайсона Александр будет очень неудобен. Подвижная цель левша очень быстрая. Тяжело будет навязать свой бокс. Усик самый у кого хочет навяжет. Для меня Александр очень прочный боксер. Одним ударом Фьюри его не вырубит, а забить у канатов не получится. Потому что Усик всегда в движении, очень хорошо чувствует опасность. Но Усику нужно еще выиграть в реванше у Джошуа. После поражения Дуанта и Уайлдера в трилогии «Стайсоном Фьюри» многие эксперты высказали мнение, что американец должен завершать карьеру. Малик Скотт, тренер Уайлдера, заявляет, что его подопечный исключает такой поворот событий. Дуанте обеспечил своей семье финансовую безопасность. Поэтому ему не нужно драться, чтобы заработать на жизнь. Но выход на пенсию вообще не входит в его планы. Мы это даже не обсуждали. Дуанте вернется в той форме, в которой захочет. Он большой боец, ему не место среди парней без имени и рейтинга. Он должен участвовать в боях высокого уровня в главных событиях. Главный редактор The Ring Дуглас Фишер высказался о перспективах Дуанта и Уайлдера после поражения в трилогии с Тайсоном Фьюри. Неясно, что Уайлдеру дальше делать. Если бы у меня была волшебная палочка, то я бы вывел его на Энтони Джошуа. Но бизнес и политика не дадут мне этого сделать. Хотя и Джошуа является опасным вариантом после такого тяжелого боя. Уайлдер против Энди Руиса мог бы собрать Пеппер Ю, но Энди сейчас рискованный шаг. Мне кажется, что в Пи-Би-Си пойдут безопасным путем и выберут Адама Кавнацки. Да, это не лучшее возвращение, но Уайлдер заслужил его. Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн выразил свою точку зрения насчет возможного поединка за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. WBC должны дать эти 30 дней на возможность контракта с Усиком, но этого можно и не делать. Мы с К2 уже подписали контракт о реванше, так что соглашение не позволит подраться Фьюри с Усиком. Так что я не особо понимаю, ради чего говорить о этих 30 днях. Но пусть будет. Диллиан Уайт заслужил свой шанс подраться за поезд с WBC уже очень давно. И прямо сейчас они должны сделать его обязательным претендентом. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok